В эфире программа «Территория закона». Смотрите сегодня. Нашли преступника по ДНК-профилю. Современные технологии помогли раскрыть убийства, совершенные 6 лет назад. Должность не оставил, хотя находится в СИЗО. Новые подробности уголовного дела в отношении ректора РГУ Андрея Минаева. Опасная дорога за знаниями. В Рыбновском районе ребенок выпал из школьного автобуса. Нашли преступника по ДНК-профилю. В Сассовском районе раскрыли убийство 6-летней давности. В 2013-м неизвестный мужчина забил до смерти 55-летнего жителя поселка Кустаревка и скрылся с места преступления. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Избитого мужчину нашли дома. В больнице сказали, у него черепно-мозговая травма, переломы ребер и конечности. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, травмы оказались несовместимы с жизнью. И на следующий день мужчина скончался. Как выяснилось, никто из местных жителей к убийству не причастен. Исходя из слов свидетелей, было установлено, что к совершению данного преступления причастен гражданин, скорее всего, не местный. Его видели многие жители поселка в тот день. И вот случайным образом он оказался в доме у нашего потерпевшего. На месте преступления нашли ДНК-профиль неизвестного мужчины. Его проверили, но в федеральной геномной базе данных его не оказалось. Преступление оставалось нераскрытым 6 лет. А недавно взятая в 2013-м пробу показалось совпадение ДНК-профиля одного из осужденных со следами, обнаруженными на месте происшествия. Осужденного доставили в Рязанскую область из исправительной колонии в Ямало-Ненинском автономном округе. Хранятся ДНК-профили всех осужденных лиц за тяжкие, особо тяжкие преступления. Лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, неустановленных лиц. А также неопознанных трупов. На так называемом полигоне в региональном управлении Следственного комитета инсценировано место преступления. Следы борьбы, улики и предполагаемые жертвы с орудием преступления. В данном случае мы можем обнаружить биологический материал на рукоятке данного ножа. В ходе осмотра места происшествия и трупа мы изымаем данный нож, упаковываем его соответствующий и направляем для производства судебной экспертизы в экспертное учреждение. ДНК у каждого человека уникально. Если найденный на месте преступления материал показывает совпадение с образцом из федеральной геномной базы данных, значит человек был на месте преступления. Причастен ли он к произошедшему, выясняют следователи. В Сасовском поселке Кустаревка шесть лет назад хозяин квартиры и его гости распивали спиртные напитки всю ночь. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Новый знакомый избил мужчину, нанеся множественные удары руками и ногами и деревянной палкой по голове туловища и конечности, а потом скрылся с места преступления. Теперь, когда его вина установлена, ему грозит еще один срок в плюс к тому наказанию, за которое его отправили в колонию. Снова об уголовном деле ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева. На этой неделе ему было предъявлено обвинение по двум статьям – мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Ректор ИРГУ Андрей Минаев находится под стражей, но тем не менее продолжает занимать свою должность. Напомню, задержали его 1 апреля. Как было установлено, руководство ВУЗа готовилось к предстоящей государственной аккредитации. Стремление получить расположение проверяющих лиц из Рособранадзора и сыграло руковую роль. Руководство ВУЗа подготовило распоряжение о поощрении работников университета. На цели был выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Часть этих средств планировалось использовать на так называемые представительские расходы – организацию приема по случаю приезда комиссии. Ректора взяли под стражу. 5 апреля суд вынес решение об аресте. Он проводит СИЗО до 31 мая. Предъявлено обвинение в настоящее время по двум статьям Уголовного кодекса – это мошенничество и часть первой статьи 285 – злоупотребление своими полномочиями. В отношении Минаева избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сторона защиты данное решение обжалует. Окончательного решения пока нет. Решение вынесет суд. Заседание состоится в течение двух недель. Расследование уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Соревнования по стрельбе и стабильного оружия прошли на этой неделе в Рязанском управлении Росгвардии. В турнире приняли участие представители нескольких подразделений и служб территориального органа. Агрессивная стрелька, крепкий хват, плавные способы. Первенство по стрельбе проходит раз в год. Стреляют с пистолета Макарова. Как говорят специалисты, это оружие, проверенное временем. Весит пистолет без патронов меньше килограмма, а стреляет со скоростью 30 выстрелов в минуту. Каждый сотрудник держит оружие не в первый раз, и почти у всех есть свои секреты и тонкости, присущие только им. Владимира перевели в Рязань недавно. До этого он был членом таких отрядов спецназа, как «Русь» и «Витязь». У него секрет один – это постоянная практика. Упражнения, в принципе, старые, добротные такие. Их можно холостить, тренировать без участия, без самой боевой стрельбы. Но боевая стрельба, она дает такие моменты, как психологические моменты, соревновательный этап. Владимир Несяев краповый берет получил в 2008 году. По его стойке хвата оружия сразу видно, что человек свое дело знает. Но и другие участники соревнований ему мало уступают. Стабильным оружием они обращаются умело. В соревнованиях приняли участие девушки. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, мужчинам они мало в чем уступают. Самозарядный пистолет Макарова принят на вооружение в силовых структурах с 1951 года. Остался он и после распада Советского Союза. К тому же используется он и в ряде стран ближнего зарубежья из-за своей простоты и надежности. Соревнования продолжались два дня. В турнирах приняли участие представители нескольких подразделений и служб территориального органа. Победители примут участие в следующем этапе соревнований. В дальнейшем победители наших состязаний будут выдвигаться, выбираться на округ, либо на соревнования динамовские по стрельбе. Соревнования продолжились два дня. В турнире приняли участие представители нескольких подразделений и служб территориального органа. Победители примут участие в следующем этапе соревнований. По итогам первенства победителем стал полковник Владимир Несяев. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Построили фельдшерско-акушерский пункт. Благоустройство не выполнили, но читали, что деньги освоены в селе Инякино Шиловского района. Прокуратура выявила нарушение при строительстве социально важного объекта. Контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Инякино между региональным минстроем и подрядчиком промстроепроект был заключен в 2018-м. Подрядчик работы выполнил не полностью. Проверка установлена, что работы по строительству данного пункта были проведены не в полном объеме, но проплата произошла как по всему контракту. То есть 6 миллионов подрядчик получил? Да. Подрядчик составил акты приемки работ, содержащие в себе заведомо ложные сведения. А представители регионального минстроя эти документы подписали. В данный момент по оценке прокуратуры бюджету Рязанской области причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в крупном размере». Еще одно громкое уголовное дело в отношении руководства ВУЗа возбудили на этой неделе на основании материалов оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ. На этот раз в поле зрения попала Академия ФСИН России. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, преступление произошло в декабре 2014 года. Один из заместителей руководителя начальника Академии с участием других сотрудников из числа руководства, используя свое служебное положение, решили присвоить бюджетные денежные средства. С этой целью, номинально увеличив размер премии ряду сотрудников, они потребовали от них часть полученных денежных средств вернуть, якобы для использования на представительские цели. Фактически же, переданные премированными сотрудниками денежные средства на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей, были присвоены подозреваемым и действующим совместно с ним должностными лицами числа руководства. В результате противоправных действий Академии причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательства и установление вины должностных лиц. Отдела со штрафом в 50 тысяч рублей железнодорожным судом Рязани поставлена точка в громком деле о падении глыбы льда на мальчика. Злополучный козырек продолжает ржаветь. У общежития Рязанского филиала Петербургского университета путей сообщения мало что поменялось. ЧП произошло здесь в феврале. 27 числа примерно в час дня с козырька упал лед. В этот момент неподалеку гуляла мама с ребенком. Мама не пострадала, а вот мальчик оказался на пути глыбы. Его с переломом и черепно-мозговой травмой увезли в больницу. Делом занялись в региональном следственном комитете. Следствием и судом установлено, что начальник одного из отделов учебного заведения, выполняющего административно-хозяйственную работу и в обязанности которого было вменено своевременная очистка крыш от снега и наледей, ненадлежащим образом отнесся к выполнению своих служебных обязанностей. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил причиненный ущерб родителям ребенка. Это приняло во внимание суд. Он удовлетворил поддержанное прокурором ходатайство Следственного комитета о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке. Продолжение на этой неделе получила еще одна нашумевшая история о выброшенном в мусорный контейнер новорожденном ребенке. Для него органы опеки нашли новую семью. А женщина пойдет под суд. Компания отмечала Международный женский день. Застолье затянулось до 10 марта. Беременная женщина, которой вот-вот предстояло родить, не отставала от собутыльников. Утром у нее начались схватки. Она пошла в туалет и попросила вызвать скорую. Пока собутыльники звонили, родился ребенок. Она сама отменила вызов, сказав, что помощь уже не требуется. А потом пошла на кухню и взяла пакет. С пакетом, даже не надевая верхнюю одежду, женщина вышла к мусорным бакам. Ребенка обнаружили случайные прохожие. Они и вызвали скорую. Мальчика в тяжелом состоянии привезли в перинатальный центр. Несколько дней он провел в реанимации. 28 градусов Цельсия – это тяжелая гипотермия. Все, что ниже 28 – это критическая гипотермия. 24 – это температура, при которой все жизненно важные процессы внутри организма останавливаются. Поэтому ребенок поступил с выраженным снижением частоты сердечных сокращений. Он дышал, но дышал неадекватно. Поэтому непосредственно помощь он уже начал получать на этапе приемного покоя. Женщину нашли практически сразу. В отношении нее было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В перинатальном центре врачи дали имя мальчику. Его назвали Ванечкой. А как только он поправился, передали в дом малютки. Ему уже нашли новых родителей. Он практически не отстает в нервном психическом развитии. Уже прослеживает, фиксирует взгляд. Но головку-то еще не держат. А так появилась первая улыбка у него. Так что пока все хорошо. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что у женщины еще двое малолетних детей. И они содержатся в ужасных условиях. Их забрали в центр временного содержания. Мать делает все возможное, чтобы их вернуть. Сожитель, который до этого только злоупотреблял алкоголем, устроился на работу. По словам следователей, уголовное дело в отношении женщины уже в апреле будет передано в прокуратуру. Окончательное решение по наказанию примет суд. Еще одно ЧП с ребенком оказалось в поле внимания областной прокуратуры на этой неделе. У школьного автобуса, перевозившего детей в деревню Сидоровка Рыбновского района, на ходу неожиданно открылась задняя дверь. И 11-летняя девочка выпала на дорогу. Прокуратура Рыбновского района организовала проверку размещенной информации в части исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. В том числе причин, по которым девочка не была пристегнута ремнями безопасности, находился около задней двери автобуса, а не на пассажирском сидении до полной остановки транспортного средства. Я следователю пойду, пусть меня научат. На этой неделе в региональном следственном комитете встречали будущую смену студентов, которые хотели бы выбрать эту нелегкую профессию. Надо иметь стрессоустойчивость, надо все-таки научиться принимать чужую боль, не оставаясь таки равнодушными, в то же время владеть каким-то механизмом психологической защиты. Заместитель руководителя процессуального контроля регионального следственного комитета Александр Чекалов рассказывает, к чему должны быть готовы следователи. Если человек выдержал год, значит есть шанс, что он останется в системе. В актовый зал, где обычно проходит обучение сотрудники, в этот раз пригласили первокурсников Академии ФСИН. Они учатся на юридическом факультете направления подготовки правоохранительная деятельность. Я мечтала с детства стать следователем и хотелось больше узнать о этой сфере, смогу ли я в ней работать. Нам нужно все-таки будет решить на третьем курсе, куда пойти, проходить практику и не помешать послушать людей, которые находятся в этой области, чтобы потом можно будет попробовать. В прошлом году в Рязанской области произошло 45 убийств. 11 лет назад таких преступлений было в три раза больше. Сокращение произошло из-за нескольких факторов. На первом месте неотвратимость наказания. Сейчас раскрываемость таких преступлений составляет больше 90%. То есть в большинстве случаев преступников находят и они отправляются за решетку. На втором месте предупреждение преступлений с помощью норм двойной превенции. Когда органы полиции, следственного комитета и другие там разные органы привлекают к уголовные ответственности домашних и бедни больших игроков, те, кто угрожает убийством кому-либо, те, кто нарушает общественный порядок. В общем, всякого рода тех потенциальных людей, которые становятся потом в итоге преступниками. Вот этот плац убирается из общества, его привлекают к ответственности и в результате идет снижение тоже более тяжких преступлений. В Следственный комитет можно прийти на практику, побывать на месте преступления, поучиться составлять протоколы и другие документы. Попробовать себя в роли общественного помощника следователя эти первокурсники смогут уже через два года. Это была программа «Территория закона». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин